Навязчивые заявления со стороны ведущих американских СМИ, которые давным-давно, с моей точки зрения, не являются элементами свободной печати. Для чего делает Запад всю эту истерию? Трамп отпечатал 4 триллиона долларов. Никакие санкции, скажите мне. Ну дурня просто дурят людей. Пройдут Олимпийские игры, и Китай вернет то, что они потеряли. Витаю, Катерина Шумилова, дивитесь «Оди на один». Разом з нами сьогодні Марк Гинсбург, американсько-український бізнесмен. Марк, вітаємо вас. Здравствуйте. Ну що ж, останніх два місяця ми бачимо, як в західних ЗМІ все більше і більше деталей про те, що, мовляв, ось-ось Росія зробить пряме вторгнення в Україну. Навіть у різних ЗМІ є плани, є спутникові знімки і така прям детальна інформація. Але, як бачимо, цього не сталося. Вже відкладають, мовляв, то на березень, то вже на квітень, то на травень. Для вас зрозуміло, чому саме ця інформація з'являється у західних ЗМІ? Для меня это абсолютно понятно. Кстати, вы знаете, это все так напоминает то, что сейчас происходит. Сюжет одного из моих самых любимых фильмов – это «Хвост стреляет собака». Практически все происходит по тем же рецептам. И это как раз вот как все-таки мы называем Голливуд фабрикой грез. И действительно, видите, так получается. То есть мы наблюдаем совершенно ту картину, которая была тогда отражена в этом фильме. Ну, с моей точки зрения, что происходит? Происходит ситуация, она как бы имела несколько этапов. С ноября месяца началась такая сначала просто информационная, я бы ее назвал, информационная, такие навязчивые заявления со стороны ведущих американских СМИ, которые давным-давно, с моей точки зрения, не являются элементами свободной печати, которые совершенно стоят на службе определенных сил, которые мы видели во время всей предвыборной кампании, которая шла в Соединенных Штатах Америки. Перед выборами Байдена и Трампа мы видели, как ангажированы вели себя ведущие средства массовой информации, которые однозначно заняли позицию пробайденовскую. Байденовскую, и более того, причем это было не только в предвыборный период, а на протяжении всего четырехлетней каденции Трампа было совершенно такое невиданное прежде третирование президента, его команды, членов его семьи, в общем-то, в совершенно недопустимых формах. Это же происходило, и мы говорим сегодня, опять же, не о маргинальных каких-то средствах массовой информации, малозначительных. Мы говорим еще когда-то репутабельных, там, New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe. До речи, в Украине много, кто дослухался завжди до того, что там пишут. Да, однако, смотрите, все давным-давно уже изменилось, и, конечно же, это совершенно не так. Так вот, ведущие средства массовой информации, которые, тем не менее, однако, они имеют в масс-медиапространстве мировом серьезный авторитет и серьезное влияние, потому что уже десятки более мелких изданий, сотни и тысячи интернет-ресурсований с ссылкой на них разгоняют уже эту информацию по всему миру, правда? Ссылка на New York Times, она снимает с себя все, любую ответственность, да. Поэтому уже политическая ангажированность средств массовой информации конкретной другой страны, другого региона, она уже базируется на... освещена, как бы, позицией New York Times. Началось в ноябре, я это с удивлением наблюдал, потому что я весь ноябрь-декабрь находился в Киеве. И, в общем-то, вы знаете, в Киеве обычная мирная жизнь, работают рестораны, ночные клубы, люди ходят на работу, дети в детские, дошкольные и школьные заведения. В общем-то, совершенно Киев не напоминал прифронтовой город, да? Какие места дурочи? А дальше это все подключились европейские средства массовой информации, британские. В первую очередь, потом Германия и все, как бы, западноевропейские ресурсы. На протяжении, действительно, декабря это начало выходить на максимальные такие обороты. И называли, да, сроки, что вот до Рождества, вот как раз во время Рождества. Нет, вот в новогоднюю ночь, там, а вот сразу после Нового года. И, как бы, все время у нас сегодня уже привязывание идет к Олимпиаде в Пекине. Но только в Легине. Точнее, да, после Олимпиады, потому что, да, Путин не захочет, так сказать, как бы, испортить праздник товарища Си. То есть пугают, пугают и пугают. Но вот в последнее время произошла очень интересная такая метаморфоза всего этого. Появилось, возникло новое явление. Украина устами своего президента, администрации президента, заявила, что она, в общем-то, не очень хочет пугаться. Продемонстрировала о том, что вот все пугают, она, в общем-то, не видит такой угрозы, да, такой уникальный момент, когда, как бы, жертву, потенциальную жертву нападения кровожадного Путина, а эта жертва, ну, вот не хочет пугаться и не хочет признавать себя жертвой. А начинь запизнила ракция, потому что это майже через два месяца, как это все началось. Запизнила. И теперь давайте мы просто, я вам сейчас с точки зрения моей любимой геополитики, попытаюсь объяснить, что происходит и какова цель всего этого. Я думаю, что в основе происходящих событий, я, кстати, всегда говорил, что взаимоотношения США и Китая на очень многие годы вперед определят тенденции, тренды мировой политики, развития событий в разных уголках планеты. Сегодня для Соединенных Штатов абсолютно ясно, явно и четко обозначен его могильщик. Это Китай. И это совершенно однозначно. Китай уже произошел со Соединенных Штатов Америки по целому ряду таких реальных экономических показателей. реальный ВВП. Уже, я думаю, что еще это произошло в 2015-2016 годах. ВВП, ПП, который является сегодня важнейшим элементом при экономическом анализе World Bank, Мирового банка, Международного валютного фонда и важнейших финансовых институтов. Не просто ВВП, да, а ВВП... Потребительская способность. Потребительская, да. ВВП, ПП, так называемый. Китай обошел в США, и этот разрыв будет сейчас увеличиваться. Все, что касается новых технологий, это то, что мне близко, да, это искусственный разработок в области блокчейна, технологий, искусственного интеллекта. Систем скоростной, четырехполосной связи Китая уже ушел в такой отрыв, который, вот с моей точки зрения, является практически непреодолимым. Сегодня Китай, кстати, и Россия по целому ряду вооружений, современных, теми, которыми будет вести современная война, превосходит Соединенные Штаты Америки. Например, что касается гипероружия, кинетического оружия, кибероружия, разработки, которые есть у Китая и России, они превосходят американские. То, о чем я говорил, сформировало курс внешней политики США в отношении России. То есть сегодня американцы дают отчет, что, несмотря на такую вот растущую мощь Китая, все-таки у них есть целый ряд механизмов и моментов, которыми не могут сдерживать Китай, да, политика протекционизма, санкции, отлучить его от различных сыровых и прочих рынков, да, рынков заимствованного капитала. Хотя экономика Китая все-таки сегодня мощная и такая хорошо структурированная, однако у нее достаточно слабая сырьевая база. Можно сдерживать Китай. Но если Китай будет в тесном союзе с Россией против Америки, то война однозначно, война, потенциальная война, противостояние однозначно проиграно. Соединенные Штаты Америки трезво понимают, что в силу различных идеологизмов Россия не может стать союзником США против Китая. Поэтому основная цель хотя бы, чтобы Россия заняла нейтральную позицию. Поэтому я думаю, что вот то, что происходит сейчас в Украине, тот сценарий, который нам уготовили наши западные стратегические партнеры, он был сформирован на Женевской встрече Путина и Байдена. Думаю, что там были достигнуты некие, ну, назовем их рамочные соглашения. Цельцова нового в руку. Да, рамочные соглашения о взаимодействии на ближайшее время. Помните, я сказал, что у Китая сегодня достаточно мощная, такая хорошо структурированная экономика с колоссальными вложениями, которые делались последние 10 лет в инфраструктурные проекты. Сегодня мощнейшая система дорог, аэропортов. Ну, суперсовременно, все хорошо. Для такой страны с полутора миллиардами населениями и с мощнейшей экономикой несколько слабая сырьевая база. Поэтому, конечно, я уже сказал, да, что сегодня Россия, при любой политике протекционизма и санкций, которые Соединенные Штаты организуют со своими западными союзниками, если Россия будет однозначно играть в форматоры Китая, то она компенсирует Китаю все вот эти, ну, потерю рынков и энергоресурсы. Поэтому, опять же, и так, чтобы Россия занимала нейтральную позицию. Путин сформулировал достаточно четко, он понимает, вот это его момент сейчас, да. И он, естественно, как опытнейший политик, как государственник, он, конечно же, попытался максимально использовать эту ситуацию. Та бездарная политика, ну, мы не говорим, там, Триумбират Горбачев, Яковлев, Шварнадзе, который, ну, просто, он в угоду, там, интересам Запада развалили Советский Союз. Но потом бездарнейшая политика Ельцина, который являлся нулевым государственником, он решал свои, там, сиюминутные моменты. Сначала пепел ненависти Горбачеву и Краисе Максимовне стучал в его сердце, и он тогда, вы помните, да, в этих Беловежских соглашениях, когда он абсолютно не как государственник распорядился вот разваливаться Советскими Союзами. Вот этот лозунг «берите независимости, сколько можете унести», да, это, вся эта политика привела к тому, что система коллективной безопасности, которая была создана в мире и в Европе в 70-е годы, 80-е, вы помните, да, были там Хельсинские соглашения, а потом были очень многие договоры по ограничению ОСВ-1, ОСВ-2, по ограничению ракет средней и малой дальности, что очень важно для Европы. Все, была создана определенная система коллективной безопасности, однако был такой, помните, лозунг «Поезд безопасности от Владивостока до Лиссабона». И мы знаем, что Европа существовала без явных каких-то конфликтов таких, да, весь тот период. Эта система, благодаря вот такой бездарной пораженческой политике Ельцина, а точнее отсутствие вообще, как бы, продуманной внешней политики, она привела к тому, что структура коллективной безопасности была абсолютно нарушена. Путин сегодня, как государственник, да, который заботится, во-первых, о безопасности своей страны, а его опасения, надо признать, все же обоснованы, да. Это нарушение НАТО. Ну, потому что, да, вы знаете, во-первых, все постсоветские республики были включены в НАТО. Кроме того, непосредственно на границах России стали разворачиваться не просто там, как бы, там, силы наземного базирования. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки заявили о том, что они собираются размещать ракетные свои дивизионы на территории Румынии и Польши. Поэтому Путин понимал, да, что сегодня у него есть вот шанс восстановить вот эту структуру собственной национальной безопасности, то есть убрать подразделение НАТО из регионов, которые непосредственно ограничены с Россией, один момент. Кроме того, понимаете, он просто захотел, ну, скажем, вернуться в лоно супердержав. Мир уже, мы понимаем, он уже не однополярный, как он был 90-е и нулевые годы, когда безразделенно господствовали Соединенные Штаты Америки. Сегодня есть уже сверх 2 сфер державы, это США и Китай, и Путин тоже рвется вот в эту узкую кампанию. И требует уважения к себе, к своей стране, ну и, соответственно, занять вот это место вот на Олимпе мировой политики, которую он считает, его страна достойна занимать. Поэтому я думаю, что он достаточно четко тогда в Женеве сформулировал Байдену свои желания. Их, кстати, не так много. Это гарантии безопасности? Первое, да, гарантированное нерасширение НАТО на восток. Вернуть, как бы, так сказать, ситуацию с точки зрения пребывания войск НАТО в 1997 году, да. К тому статус-кво, который был в 1997 году. И разве навсегда снять вопрос о членстве Украины в НАТО? Конечно же, в взаимоотношениях Путина и Байдена Украина занимала достаточно важное место. Однако не только это. Байдену исключительно важна была поддержка Путина. Я говорю Путина, я имею в виду Россию. У нас просто сегодня всю Россию сводят к Путину. Итак, давайте говорить о России все-таки, да. Байдену очень было важно поддержка России в Центральной Азии. Потому что то, что произошло в августе с бегством Соединенных Штатов Америки из Афганистана, оно предполагалось заранее еще до августа. И Соединенные Штаты Америки, которые вложили триллионы долларов в Афганистан, да. И мы же понимаем сегодня, что один из основных моментов их присутствия в Афганистане была не демократизация страны, не избавление важнейшей такой оригинальной державы, как Афганистан, от влияния Талибана. Они не просто не устранили это влияние, они оставили Талибан вооруженным самосовременным оружием. Не нашими списанными патрульными катерами, которые они нам дают, и джавелинами. А там суперсовременное настоящее оружие. Один из основных моментов все-таки их был контроль над наркотрафиком, надо называть вещи своими именами. Все предельно цинично. Могу на эту тему рассказать много интересного. Но тем не менее, им надо было уйти. Они вынуждены были уйти, ушли позорно, бежали. Я просто помню, что после этой ситуации вы говорили, что это хороший урок для Украины. Это прекрасный урок был для Украины, да. Но я хотел сказать просто, что у них все-таки была цель какая? Уйти. Вот как уйти, не уходя? Это можно было просто, чтобы сохранить. Они создали мощнейшую инфраструктуру, вот именно, как я сказал, в контроле над трафиком определенных продуктов. Так вот, они могли, уйдя из Афанистана, они могли только как бы сохранить свое влияние, уйдя на некие военные базы в Киргизии и в Казахстане. Обе эти страны связаны с Россией военными наговорами, поэтому без России решить этого было невозможно. И Россия очень важна была для Соединенных Штатов Америки в плане присутствия, в плане ситуации на Ближнем Востоке. В Соединенных Штатах Америки, как я уже сказал, учитывая, что у них сегодня четко обозначено главный соперник – это Китай, а Си Цзиньпинь четко сформулировал свою будущую экспансию не на Дальний Восток, на которой его так долго, так много, но безуспешно толкали все западные правительства и политологи. Он не хочет что найти на Дальний Восток с тяжелым климатом, с трудноизвлекаемыми полезными ископаемыми. Он определил для себя вектор своего мирового господства как паназиатский вектор. То есть Малайзия, Бирма, Сингапур и Австралия его туда, с полным взятием под контроль Южно-Китайского моря и так далее. Для него это все понятно. Его азиатские страны, все ясно, понятно. Те же самые богатые полезными ископаемыми, значительно более легко извлекаемыми и так далее. Поэтому, опять же, сегодня надо в Соединенном Штатах Америки, они могут контролировать и сдерживать китайцев в этом, его векторе и оставаться в Средиземном море. Им не нужен уже сегодня Ближний Восток. Если в 79-м году, когда был знаменитый кризис, когда с Ираном была ситуация, и был эмбарго на поставку Ближневосточной нефти, тогда Ближневосточная нефть в балансе энергообеспечения США занимала больше 73%. И тогда был коллабс, действительно. Очевидцы рассказывают про многокилометровые очереди на заправки, цены взлетели. Была тяжелейшая ситуация. Сегодня это потребность покрытия Ближневосточной нефтью составляет где-то порядка 8,5-9%. Поэтому Соединенные Штаты Америки хотят уйти с Ближнего Востока, но у них есть серьезные обязательства перед своими двумя союзниками. Это Саудовская Аравия и Катар. Потому что если Соединенные Штаты просто уйдут с Ближнего Востока, то Сирия, Турция и Иран разорвут Саудовскую Аравию и Катар в течение нескольких дней. Несмотря на внушительнейший военный бюджет Саудовской Аравии, он, по-моему, сегодня третий в мире. Поэтому у них и существуют очень серьезные перед ними обязательства, финансовые и прочее и так далее. Поэтому уйти с Ближнего Востока и чтобы вот так катастрофически не пострадали их союзники Саудовской Аравии и Катар, они могут только заручившись поддержкой России. Ибо в этом треугольнике Сирия, Турция, Иран серьезнейшую роль, основную, основополагающую, ведущую роль играет Россия. Так случилось в результате операции в Сирии, да, Россия стала самым важным элементом на Ближнем Востоке. Понимаете, поэтому вот существуют такие моменты сдерживания Китая, не образование честного, однозначного антиамериканского союза с Китаем. Это первый момент. Второй – Центральная Азия. Третий момент – это Ближний Восток. Есть еще ряд моментов, но никто не отменял борьбу с радикальным исламом. У Путина, опять же, у него уникальнейший опыт – 24 миллиона мусульман в России, интегрированные и лояльные граждане России. Поэтому есть очень долго у них точек прикосновения. Поэтому вопрос Украины, конечно, встал. Но он был четко определен Путином в выполнении Минских соглашений. Саме в цьому вопросу. Путин выставил такие условия. А в Украине из этих условий что? Где вон в цьом месте? Колоссальная проблема. Я сейчас объясню, почему. Ну вот смотрите, получился такой момент. Минские соглашения. Мы говорим, да, Минские соглашения, те, которые были в августе. А Минск-2. Да, в августе 2014 года, так называемый Минск-1. Мы говорим про все, что сейчас говорят Минские соглашения. Это Минск-2. То, что было заключено с 12-15 февраля 2015 года. С точки зрения интересов страны, то, что сделал Порошенко, это не имеет никакого оправдания. Ведь сегодня что говорит Петр Порошенко? Он говорит следующее. Я, когда их подписывал, я не предполагал их выполнять. Ну, красивое заявление вообще, да? Он сказал, что я зуперим горячую фазу войны. Нет, ну как. Он говорит, что в то время было там 8 тысяч украинских военнослужащих находились в окружении. Мне надо было выиграть время. То есть было таких три основных момента. Это была серьезная такая в плане военного противостояния с Россией. Позиция Украины была в военном отношении катастрофическая. Действительно была большая угроза. Я хотел остановиться, выиграть время на переоружение, перенаснощение армии. Мне нужно было время для того, чтобы ослабить вот этот негативнейший социальный эффект, вызванный войной и тем, что прекратили поставку украинских товаров на российский рынок, который был самым емким и большим этим рынком, да? Наблюдался экономический коллапс. Мне надо было организовать международную коалицию в защиту Украины против России. И мне нужно было как бы подготовить систему санкций против России, которые резко ее ослабят и, соответственно, дадут нам большой шанс в противостоянии с ней. Оно вроде звучит разумно. Бывает, что в силу каких-то субъективных и объективных моментов выполнения подписанных деклараций, договоров становится невозможным. Так бывает. Но для этого существует, знаете, вот такой есть издопов, такой язык дипломатический, да? Но когда президент заявляет, что он подписал серьезнейшее соглашение, получается, ситуация какая? Это, наверное, по сути было неправильно, да? Заявлять, что я подписывал то, что никогда не собирался выполнять. Вы знаете, кстати, тут такой казус. На самом деле, я думаю, что у фрау Меркель, у нее есть очень большая такая личная обида на Порошенко. Вы знаете, да, что она не получила Нобелевскую премию мира. Это как Обама, так? Нет, Оба, ничего себе. Обама получил ее авансом, только придя к власти, не сделав ничего. Фрау Меркель 18 лет была, к тому моменту, там, 15 лет, была канцлером мощнейшей страны Европы, да, которая очень много взяла на себя инициатив, моментов разных. Она в 2015 году, все букмекеры ставили на нее, есть такое букмекерство тоже при присущении Нобелевской премии, с большим отрывом, да, она была самым вероятным претендентом на получение Нобелевской премии мира. Почему? Значит, ей в заслугу ставили два момента. Первое, это, помните ее решение, кстати, очень пахутное, для Германии в перспективе фрау Меркель еще проклягут под следующие поколения, в плане ее вот этой мигрантской политики. Помните, когда мигранты наводнили Европу, именно НАТО, да, оказала ей мощнейшую поддержку, приняла миллион восемьсот мигрантов, дала квоту в Германии, давила опять пользу с тем, что это экономический локомотив всей Европы, и главный донор Европы давила на всех европейских стран и Евросоюза, чтобы они принимали у себя беженцев, то есть вот за мигрантскую эту систему и за решение мирного регулирования вопроса в Украине. Всю весну, все лето она была самым явным претендентом, а осень, когда произошло присуждение премии, получилась такая ситуация, оказалась ситуация, что минские соглашения не выполняются, боевые действия, ну такие, зона конфликта, она остается зоной вооруженного конфликта, мира не наступает, совершенно по данным наблюдателя ОБСЕ, с жалобы с обеих сторон, никакого мира нету, и в срочном порядке вынуждены были Ангелу Меркель убрать из претендентов, а других не было, она была абсолютно явная, и помните, да, произошла такая смешная история, Нобелевскую премию мира присудили так называемой Тунисской четверки, это четверка, четыре лидера, представляющие разные какие-то маргинальные такие повстанческие движения в Тунисе, которые в 2011 году, тогда они, когда свергли этого президента Туниса, который был у власти там порядка 20 лет, его свергли, тогда начались эти бархатные революции, вот с Туниса, то есть в 2015 году присудили за нечто, что происходило в 2011, и Меркель больше никогда не попадала в такой шорт-лист и вообще в претенденты, думаю, она обижена, что Порошенко так ее подставил, ну а теперь вернемся к нынешней ситуации. Произошло то, что произошло, кстати, Порошенко, он, видите, он занимает наступает на позицию, он сегодня, то есть он говорит, что тогда он выиграл время, и тогда это было во благо, да, несмотря на такой явный априори обман, но он сегодня обвиняет Зеленского и наше нынешнее правительство в том, что они усугубили всю эту ситуацию, не только ее не исправили, они всячески ее усугубили, что они подыграли вот этому формату, который называется формула Штенмайера, да, сейчас, да, и что они... Хоча и сам Порошенко за эту формула... Ну конечно, да, ну в общем, сплошной цинизм. Марк, тут питание, чем может Украина сегодня выйти из Минских угод? У Зеленского исключительно тяжелая ситуация, знаете, вот как говорят, бывает там win-win, а у него там лост-лост. Вот представьте себе, что если Зеленский бы, например, преодолев сопротивление всех там здоровых патриотических или нездоровых патриотических сил и все-таки бы решил выполнить минские соглашения, то я думаю, что вот эти силы, о которых я сказал, вывели бы с твоих сторонников на Майдан, и ситуация у него была бы абсолютно критическая. Так? Если в нынешней ситуации, если он однозначно будет противиться выполнению минских соглашений, то произойдет ситуация следующая. Значит, сейчас мы просто сейчас к этому вернемся. Это важнейший момент, для чего делает Запад всю эту истерию, да, с российским вторжением. Так вот, а если Зеленские категории откажутся исполнять минские соглашения, значит, вот эта истерия по поводу российского вторжения, вопрос не будет снят с повестки дня. Эта истерия будет продолжаться. Вес, западный капитал, финансы, и все виды там помощи, заимствования, кредитования, они будут остановлены. Украина будет погружаться в тяжелейшую, как бы, финансово-экономическую ситуацию. Кроме того, запасы, запасы энергоресурсов у нас сегодня катастрофические, да. Россия прекратила, мы знаем, да, поставку энергетических угрей, запретила транзит, поставку этих угрей, транзит через Казахстан. То есть ситуация сложнейшая. Если Россия еще присоединится к ней, Белоруссия, они ведут очень жесткие, да, ограничения на поставку энергоресурсов, да, то опять что произойдет? Тяжелейшие ситуации, начнутся перебои с электроэнергией, рост цен на хлеб, на все виды продовольствия, и опять Майдан. То есть ситуация сложная. А теперь все-таки, вот давайте вернемся к началу нашего, мы ушли в геополитику, просто показав, да, в чем была суть, наверное, в чем была суть и вот эта база, на которой сблизились свои позиции Байден и Путин, и Байден стал явно подыгрывать Путину, мы это совершенно, мы видим это. Помните, один из элементов, на котором он пришел к власти, да, тогда, когда они валили Трампа, что Трамп чуть ли не такой там друг России, да, однако те действия в отношении России, которые сегодня предпринимает, и вот он, который позволяет тот же себе Байден, мы знаем, только в этом году они шесть раз собеседовали по телефону, две личные встречи. Это ничего подобного при Трампе не было. Мы знаем, что он снял санкции Северного потока-2, и сегодня, я думаю, мы, это очень важно, что мы с вами это обсудили, это дает понимание, что я вела с базисом, да, для их взаимоотношений, понимаем, что это сближение, это не семиминутный каприз, да, это не просто до некой конъюнктуры. Жесткие реалии, в которых оказались Соединенные Штаты Америки, и та позиция, которую они вынуждены принимать. И поэтому, я думаю, что сегодня, с учетом всех этих геополитических реалий, Байден абсолютно легко пожертвовал Украиной. Кстати, помните, такая же ситуация была, опять же, я всегда вот, когда я говорю про геополитику, мы всегда можем анализировать еще даже уроки недальнего прошлого. Помните, вот, 38-й год, Мюнхенский сговор, ну, он именуется официальной политологией, Мюнхенские соглашения, у нас называли его Мюнхенский сговор, да, когда Чемберлен, премьер-министр Великобритании, Диладье, премьер-министр Франции, прилетели в Мюнхен, встретились с Адольфом Гитлером, с канцлером, да, Германии, и подписали соглашение, то есть они принесли тогда в жертву, помните, да, Судетскую область. Чехословакия... То есть Британия свято верила, что Немечина не починает войну. Она свято верила, что Германия пойдет на восток против Советского Союза, а не против Великобритании, Франции и Западной Европы. Понимаете, они принесли в жертву Чехословакию. А потом, кстати, спустя год они пожертвовали, когда они поняли, что Гитлер не выполняет свои обязательства и, проглотив Чехословакию, двинулся дальше, они вынужденно заключили союз с Польшей, которую тоже они точно так же сдали. Сегодня такая же история. Сегодня в Америке колоссальные проблемы экономические. Нет такой паники, да, сдерживали они, потому что они манипулировали цифрой реальной инфляции. Сегодня реальная инфляция достигает порядка 20, промышленная инфляция, 24-25 процентов. Это сумасшедшая сумма. Три дня назад глава Федеральной резервной системы заявил, что все, они уже повышают с марта учетную ставку и пойдет, и посыпется то, что я говорил тоже часто, всегда, что к 2019 году мировая экономика пришла к такому уровню, когда должна была случиться рецессия, серьезный, жесткий, жестокий мировой кризис. Он был отложен, потому что случился коронавирус. Коронавирус позволил включить печатный станок в невиданных размерах. Трамп отпечатал 4 триллиона долларов, практически, ВВП Германии. Байдену не успел прийти к власти сразу через 3 недели 1,9 триллиона и так далее. То есть совершенно когда-то печатали там сотни миллиардов по требованию Пентагона. Это решалось месяцами, да, сегодня триллионами. Это дало возможность, это политика количественного смягчения, вертолетные деньги, да, они позволили этот кризис отложить. Но это как морфий, тяжело бы иного, он не лечит, а просто облегчает страдания. А все-таки сегодня гиперинфляцию можно, гиперинфляцию можно, которая должна была быть при таком печатании денег, можно компенсировать и остановить только потреблением. А понимаете, а люди, первые несколько месяцев получают деньги дармовые, люди потребляли, а когда они видят, что ковид не заканчивается, ни через три месяца мешал Трамп, ни через год, ни через, уже третий год пошел, еще вот этот омикрон сегодня вообще лежат все. Все болеют в Америке, я такого не видел. Во времена же встречающего, вот этого, с самого разгара ковида, да, 150-180 тысяч человек болели, это были ужаснейшие цифры. Сегодня, вы знаете, по 700 тысяч, по 600 тысяч в день. Смотрите, и ситуация не заканчивается, люди перестали потреблять, а когда, поэтому гиперинфляцию сегодня сдержать нельзя. И, к сожалению, есть такие методы, когда, как можно избежать великая депрессия, да, это война. Единственное, что, конечно, Соединенные Штаты Америки не хотят воевать сами. Ну, про это Байден сказав, не одно очобу, то их солдаты не будет в Украине, потому что Украина не есть ни в никаком альянсе. Но, Марк, чи есть сегодня реальная загроза войны с боку Российской Федерации, самая прямой, не гибридной, такой, как надо у вас? Я уверен, что нет. То есть, Российская Федерация не начнет войну с Украиной. Я объясню, почему, на чем базируется свое мнение. Для чего? Просто, чтобы закончить всю ту предварительную наш блог с вами, да, чтобы стало понятно. Ведь вы задали вопрос, почему вот эта вот такая вот истерия о нагнетании вот-вот война, вот-вот война, и она происходит не реально там на границе, она происходит в средствах массовой информации западных. Почему это происходит? Одним из важнейших моментов заключения нормальных таких отношений, США и России, есть требования России о нерасширении НАТО на восток, да, и выполнении Украины в Минских соглашениях. Расширение НАТО на восток остановить сегодня, это нельзя сделать в течение там, короткого периода времени, да. Это все-таки альянс, в него входит там 26 государств, это какие-то сложные, длительные возможности там, согласования, коммуникея, вот. А вот склонить Зеленского к выполнению Минских соглашений, чтобы удовлетворить Россию, это проще, но как это сделать? Это моя версия следующая, чтобы успокоить и удовлетворить Путина, надо, чтобы Зеленский пошел на выполнение Минских соглашений. Выполнение Минских соглашений совершенно губительно для Украины в том виде, в котором он есть, потому что эта Украина сразу, Украина окончательно утратит свой субъект, субъектность, да, это принесет колоссальное количество проблем на многие годы вперед, так, однако есть такое требование у российской страны, как мы уже говорили об этом сегодня, такие непопулярные заявления, но это правда, жестокая правда, да, что сегодня для стадионных Штатов Америки Россия намного неизмеримо важнее, чем Украина, увы. Так вот, если сегодня Зеленский захочет исполнять Минские соглашения, то целый ряд патриотических, националистических, оппозиционных каких-то сил, да, в парламенте везде, да, они будут против. Я думаю, тут и Соединенные Штаты, и Россия, хорошо знающие украинские реалии, они достаточно циничны, понимают, что, наверное, в первую очередь все представители вот этих сил, которые бы противодействовали Зеленскому, они патриоты, националисты, оппозиционеры, вот во вторую очередь, в первую очередь они бизнесмены, они все достаточно, мы говорим сегодня про лидеров движений, да, они все сегодня чрезвычайно богатые люди. Так вот, вот эта истерия, которая, теперь мы подошли к сути, да, вот эта истерия, которая организована в средствах массовой информации западных, европейских и американских, ее цель какая, чтобы, ведь смотрите, западный капитал испугался, мы можем говорить, Зеленский заявил, что он не, да, что мы не так боимся, но, а иностранцы испугались, посмотрите, вы считаете, вы реально считаете, что такая обстановка, что уже нужно было, да, как вы сказали, вы откликали своих дипломатиков, зеноземных там, с этих посольств, нет, конечно, опять, но что происходит, вы не понимаете, я в день получаю десятки звонков в Соединенных Штатах, мне спрашивают, что ты там, ты где в Киеве, да ты что, у вас же вот война там со дня на день начнется, с часу начнется буквально, смотрите, ситуация такова, что действительно, капитал западный испугался сегодня, все западные партнеры, все иностранцы, я говорю западные, иностранцы все, они наиболее чувствительны ко всему этому, и бизнес, прибыль это на втором месте, на первом это, как бы, да, это риски, да, устранение рисков, поэтому они все закрывают все свои позиции, они сегодня, начиная, это ГВЗ, выходит из всех контрактов, поговорите с любыми из киевских девелоперов, на рынке недвижимости, где-то от 8 до 12 процентов последние пару лет, покупателями были иностранцы, поговорите с крупными девелоперами, все иностранцы сейчас останавливают контракты, закрывают, вот, требуют возвраты по курсу доллара, пометно, как эта ситуация, по курсу доллара, сейчас крупнейшие банки начнут там margin call делать, да, все, и вы смотрите, какая ситуация, вот, по сути, в оправдании Порошенко, он не хотел, он политик, он профессиональный политик, у него образование университетское, соответствующие, он закончил факультет международного решения, был министром иностранного дела, умный человек, он, да, предельно циничный, но тем не менее, он не хотел подписывать, он бы не подписывал эти соглашения, помимо тех, причин, которые он декларирует, да, называя, почему он это сделал, чтобы выиграть время, был еще один момент, серьезный, если вы помните, в феврале, в феврале 2015 года было совершенно практически катастрофическое экономическое и финансовое положение в Украине, тогда стоял вопрос о кредите МВФ, если бы не был этот кредит МВФ предоставлен, то у нас была бы галлопирующая инфляция и по гривне, и вообще, все полетело бы, МВФ тогда четко ставил условие, что должна быть ситуация политически уложена, можно говорить о том, что он вынужден был это сделать, конечно, наверное, он беспокоился и 8 тысяч солдат, которые тогда попали в окружение, но тем не менее, да, вот, была такая совершенно четкая позиция МВФ. Сегодня Зеленского испугать этим, его окружение, да, когда мы говорим про оппозиционные силы, прочие, очень сложно, потому что, что бы там ни было, но сегодняшнее финансово-экономическое положение Украины лучше, чем оно было в феврале 2015 году, не такой категорической зависимости от кредитов МВФ, да, поэтому надо создать, создать вот такую ситуацию финансово-экономического коллапса, лидеры всех оппозиционных движений, которые могли бы ему препятствовать сегодня в заключении Минских соглашений, они во вторую очередь оппозиционеры, а в первую очередь они бизнесмены, они богатые люди, и когда стоимость их активов начнет резко падать, драматически, да, то они, поверьте мне, их сопротивляемость к подписанию Минских соглашений, вот я, может быть, тоже предельно циничен, но это так, их сопротивляемость резко упадет, поэтому я думаю, что вот это есть один из основных моментов нагнетания вот этой обстановки, вот мы говорим про позицию Запада, и несколько раз, я граждан США 30 лет, 32 года уже, мне это, ну, наверное, неприятно говорить, но тем не менее, это так, вот смотрите, насколько она цинична, мне очень обидно, Украина моя родина, я родился здесь, все мои интересы, финансовые, экономические, бизнес-интересы здесь, все мои старшие дети родились здесь, я просто хочу, мне действительно обидно, что то, что сейчас происходит, что нас сегодня просто делают заложниками, нас втягивают в эту историю, вы помните, как Трамп в отношении Северной Крытии кричал, да вот, да сейчас, да я их, страна, у которой там 46 ядерных боеголовок, а у России их 1600, у России сегодня сильнейшие средства военные, поэтому я хочу сказать, мне очень жаль, что то, что сейчас происходит, оно происходит в таком плане, и позиция же совершенно предельно циничная, возьмите высказывание Бринкена, помните, когда он сказал, когда Россия вошла в Казахстан, казалось бы, там должно было там воинствующие, радикальные исламисты, захватывать, должны были захватить там сверху, там законно избранное правительство, и так далее, что повод повышения цен на жиженный газ, в какой-то отдаленной области, это основание для того, чтобы зайти, нет, сейчас я хочу сказать, зайти, я понимаю, я просто хочу, это же просто важно концептуально, это основание для того, чтобы там зайти там в Алмату, в Астану, захватывать правительственное здание, вы помните, да, тогда, прилетела там, там это, 31-го десантно-штурмовая бригада, и 90-й, этот полк десантно-штурмовой, и через несколько дней все было закончено, помните, как сказал Бринкен, первый день, казалось бы, вот объединенные командования, да, стран, которые, ВКДВ, это Армения, Белоруссия, Россия, Киргизия, Таджикистан, да, казалось бы, во благо, да, восстановили статус-кво, не допустили попытку государственного переворота, Бринкен как-то, отреагировал, а он сказал, что он видит проблему, что Россия легко заходит куда-то, ее легко впустить в дом, а потом тяжело ее оттуда выгнать, смотрите, это он сказал в отношении страны, в отношении страны, которая в 90-м году ушла, помните, была, значит, центральная группа войск, Чехословакия, северная группа войск, Польша, южная группа войск, Венгрия, группа советских войск, Германия, да, ушли без единого выстрела, оставив имущество, все, просто сбежали, убежали, без всяких условий, в течение нескольких месяцев, миллионные группировки вышли, и все, да, в Соединенных Штатах Америки 68 баз на территории Германии, из Филиппина они выходят уже 60 или 70 лет, понимаете, вот это реалии, поэтому я хочу сказать нам, конечно, сегодня, мы всегда говорили, что Соединенные Штаты Америки это наш единственный стратегический партнер, но, к сожалению, этот стратегический партнер сегодня ведет себя в отношении Украины. Саме тому, моё наступненное запитание по санкциям, теж всю тему дуже багато мусолять, мовляв, от-от Сенат проголосує, уже было декілька провальних голосований, для чего теж тему підіймати, про отключение SWIFT, про пропинение, там, навіть, что не допустят сертифікацию Повденного потока-2? Вы знаете, как говорят, что население раз в 4 года становится электоратом, и тогда к нему какое-то уважительное отношение. Вот понимаете, отношение ко всем, как к биомасе, которая не может ни анализировать, ни логически мыслить, ничего. Ну, какие санкции, скажите мне? Какой отключен SWIFT? Ну, что, вообще уже у нас нет никакого понимания. Допустим, да, Россия – наш потенциальный партнер. Враг. Какие действия в отношении врага? Это его ослабление, правда? Доложим санкции на Северный поток-2. Мы что, еще не понимаем, что происходит в плане… Значит, возник кризис с поставками газа в Европу. Американские танкера идут на Азию, потому что конъюнктура сложилась так, там оказались лучшие цены, им там больше цены показали, они забили на все эти контракты в отношении Европы. И танкера пошли туда, 34 танкера с жиженым газом пошли на Азию вместо Европы, да? Смотрите, «Газпром» за 30 лет ни на один день, ни на один цент никогда не нарушил свои контрактных обязательств. Теперь, мы же понимаем, что происходит. Все эти разговоры про зеленую энергетику, прочее, ну, дурня просто, дурят людей. Криза в Европе показала, что цены пройдут. В ближайшие 5 лет никакой альтернативы природному газу российскому для Европы нет. Кстати, немцы должны были строить 4 вот этих терминала, тогда с такой помпой объявляла там Меркель, та же, да, по приему СПГ, ну, с жиженого природного газа в Соединенных Штатах Америки, все, ни один из них сегодня не строится. Смотрите, что происходит. Цена на газ 21 декабря прошлого года достигла 2000 долларов, невиданно историческим максимумом, да, потом она начала снижаться. Как только пошли разговоры о том, что опять вот, к чему приводят санкции в отношении Северного потока 2, что цены на газ держатся максимально, сейчас они 1100, да, поднялись за последние пару дней на 17% идет рост, да, это же только на руку России, это набивает ее косную бюджет, цены максимально, если бы при запуске Северного потока 2, цены бы, естественно, бы упали, один момент, какие санкции на СВИФТ, мы что, не понимаем, кто привел Байдена к власти, привела международная валютная, финансовая, да, мафия, команда, целью которой была, это единственная цель, и основная цель, это сохранить, сохранить доллар как единственную резервную валюту. Давайте мы сейчас, да, отключим Россию от СВИФТ, давайте толкнем сегодня, Россию вынужденно опять толкнем, потому что не понимаем, что сегодня происходит, Китай уже оттестировал цифровой юань, вот сегодня, давайте сейчас еще возникнуть на таком более-менее стабильном рынке финансовых, международных финансовых платежей, давайте отключим, я уже не хочу сейчас входить в детали о том, что это невозможно в нынешних реалиях, да, отключение России от СВИФТа, Россия моментально найдет альтернативный вариант совершения платежей, Дмитрий Двидев уже сказал, что у них готова такая база. Ну, конечно, конечно, вы же понимаете, для кого эти разговоры, какие санкции, санкции, в отношении Путина, они ведут персональные санкции, вы же понимаете, что у них где-то обнаружили какой-то счет Путина, да, со всеми своими разведслужбами, да, только в США 18 разведслужб таких государственных, да, если бы не нашли хоть один счет Путина, это бы давно стало достоянием общественности. но какие санкции не запретят Путина, куда, поездки в США, я хочу сказать, это все, понимаете, ну, дурят нас, санкции, разве дело в санкциях, этими санкциями можно, вот эти санкции, они, возможно, они, они болезненны больше психологически, чем в реалиях, в долгую, возможно, да, это замедлит развитие каких-то технологий, да, сегодня в развитии новых технологий Россия каким-то образом, да, зависит от каких-то компонентов, комплектующих Запада, однако, поверьте мне, идет процесс, мощнейший процесс конверсии, и они добьются своего сейчас. Еще, вот в результате всего того, что сейчас происходит в мире, вот посмотрите, пройдут Олимпийские игры, и Китай, вернет то, что они потеряли, и то, что очень болезненно для китайского руководства, тоже государственников, да, вернут Тайвань, вот то, что они считают своей катастрофой, да, прошлого века, вернут Тайвань, и дело не в том, не просто в том, что, и поверьте мне, если они возьмут военным способом захотят вернуть Тайвань, американцы не вмешаются, не вмешаются. Есть в Тайване такое предприятие, называется семи-кондактор, который производит больше 80% чипов по всему миру. И поэтому Америка тоже уязвима в плане там неких комплектующих, прочее. сегодня в Америке колоссальный дефицит на поставку новых автомобилей. Сегодня в Америке дефицит, нельзя подумать о том, нельзя просто прийти выбирать какой-то кондиционер или холодильник. Оце таке, Марк, щоб відповісти на ті виклики, які є сьогодні перед Україною, все ж таки, які варто було б кроки зробити українській владі для того, щоб, скажімо так, цю ситуацію звести на нуль і ще мати якісь преференції в неї. Я щас скажу такой непопулярний очень тезис, но опять, вот есть, понимаете, есть желания, там, хотелки, а вот есть реалии. Вы понимаете, что сегодня в ДНР, ЛНР возникла такая ситуация, такое отношение к Україні, что, понимаете, что даже, что с моей точки зрения, потеря ЛНР и ДНР для Украины, для будущего Украины менее болезненно, чем имплементація возвращения ДНР-ЛНР на условиях российских. Мы не ДНР-ЛНР, а мы Луганскому, частину Луганскому, частину ДНР, властей, ну, окей, я вот, что хочу сказать. Что, мне кажется, какое было бы решение вопроса? Надо помочь, все-таки, Зеленскому, наверное, помочь Зеленскому, чтобы он не выполнял Минские соглашения. Я просто убежден, что невыполнение Минских соглашений, да, оно ситуацию поставит в некую это как, знаете, как я четворю, ситуацию такую, там, ни мира, ни войны, но я уверен, что Россия не начнет военные действия против Украины. Я думаю, что если бы все-таки Украина заявила о своем внеблоковом статусе, да, раз, и во-вторых, возможно, ввела в Конституцию положение о том, что ДНР, ЛНР, вот забыть про ДНР, ЛНР, что ДНР, ЛНР будут возвращены, это наша украинская территория, мы не оспариваем, мы от этого не отказываемся, но они будут возвращены в состав административно, политически, будут возвращены в состав Украины, когда созреют соответствующие политические условия. Вы мне скажите, вы считаете реально, что у немцев было меньше собственной какой-то там гордости, да, вот ФРГ же, Федеративная Республика Германии, сколько лет она мирилась с наличием Германской Демократической Республики, да, правда, была такая ситуация, в чем-то есть, можно провести определенную параллель, потом созрели определенные политические условия, и ГДР спокойно, нормально вернулась добровольно, с энтузиазмом вернулась в состав ФРГ. Сегодня, понимаете, у нас эта проблема неразрешимая. Говорить о том, что если начнется военные действия со стороны России, то Америка вмешается, потому что ей надо будет, иначе она потеряет свой авторитет во всем мире, как она не защищает союзников. Да они уже, мы видели, что произошло с Афганистаном. Да совершенно предельно, как цинизм, и все, уйдут, и даже не будут ни перед кем оправдываться. Нам сегодня надо избежать этой войны. Поэтому я считаю, заявить о внеблочном статусе только принесет блага Украины. Так, как это зробило Молдова, например. Да Молдова, ну посмотрите, ну вы помните, как в 2005 году, когда Ющенко, вот это же он начал там вот настаивать на вступление Украины в НАТО, тогда Сарказий ему сказал, что послушайте, если вас, если перед вами закрывают двери, это не значит, что нужно лезть в окно. Понимаете, ну не зовут Украину в НАТО, не хотят ее в НАТО брать. Заявляют на всех уровнях, да, все высшие чины НАТО, должностные лица заявляют, что это длительный процесс, много лет и так далее. Это противоречит. Смотрите, что принцип защиты коллективной безопасности членов НАТО не распространяется на Украину, поэтому они не будут вступать в военные действия на стороне Украины в случае агрессии внешней. Смотрите, зачем нам нужно НАТО? Итак, если бы заявить об внеблочном статусе Украины, это бы сняло колоссальный градус противодействия со стороны России, это бы удовлетворило самолюбие российского руководства, так? Это действительно было бы, это был бы некий такой, как акт доброй воли, который бы нам ничего не стоил. Это же не значит, что мы должны выйти из НАТО, нас туда никто не берет. Так вот, это один момент. И второй, вот на время, вот забыть, я перестать пытаться имплементировать ЛНР и ДНР, или, как вы говорите, Луганскую и Донецкую област составу Украины, в той ситуации, мы должны признать существующие реалии, в той ситуации, которая сегодня есть, и настроение населения. Я уже не говорю о том, что я не хочу всегда это вводить экономически, показали, что депрессивный регион, он нам не нужен, нет. Сегодня настроения за много лет сложились такие у местного населения, что сегодня их имплементация, соответствующие изменения там, если в Конституции в состав Украины, это породит такое количество проблем для Украины, понимаете, значительно больше, чем если бы мы сегодня перестанем идолировать эту ситуацию, да, вот пускай опять же и более того, заявить, что мы сегодня не будем говорить об имплементации, возврате, да, этих областей до тех пор, пока не созреют соответствующие политические решения. Вот такая формулировка. Дипломаты изобретут более изящную, возможно, такую многоплановую, да, однако. Ну, так как на Заходе любят сказать про занепокоение, уже много лет, всем они занепокоены. Вы знаете, мне кажется, что вот этот пример такой импровизации, да, сфера ГГДР, он, есть над чем подумать. Ну, что ж, Марка, с вами завжди дуже цікаво говорить, на жаль, мало часу, но дякую, что розклады, такие геополітичные расклады, которые сегодня в мире и в местах Украины. Кстати, если бы мы это сделали, да, я сказал, поставили такой на холод, да, отношение, вы понимаете, интересно, Россия не может нас заставить взять ЛНР и ДНР на ее условиях. Понимаете, не существует такого механизма. А нам сегодня это не нужно, это разрушит. Это значительно в большей степени разрушит украинскую государственность, любое другое развитие событий. Надо помочь нашему президенту. Дякую, Марк. Марк Гинсбург був на 8-му каналі. Дякуємо, что дивились нас и не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.